начался урожай 2023 года пошли первые сведения через месяц-два это будет обвал это будут сенсации 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 но понятно что никого не нужна и ну ладно а мы будем продолжать саду галина мартинова у нас первый настоящий абрикос из косточек железного очень просто нормальная по размеру слова из косичек видели это не я это мне передал проценка у него свой канал из косточек еще интересы экземпляры абрикосы для селекции видите вот это вот ссылку если мы нажмем то мы сейчас время терять не будем что мы видим автор утверждает хотите верьте хотите детства первых они вкусные второе что они от железа третье что они маджурские из косточек надежные по двое я потом еще я так не могу успокоиться за слова обман и мошенничество эти слова за них теперь не извинился поэтому я буду продолжать они вот это дамы до органа исакова она меня то сказать завела на все оставься жизнь ах я вор я мошенник так нет исакова вот значит ни одного суд нет были случаи я вам покажу когда они ну не очень шикарно вот только вот это идем дальше здравствуйте валий константинович это пошла учеба хочу поделиться своим опытом поставить косточек а вы заказку зачем у нас сертификации тарас из-за дикари как вы написали дички вот или все-таки будем изучать сертификацию так у человека хорошего сертификации проходит в влажненных опилках лиственничество пород я специально выделил ребята хвойная порода это страшная вещь а когда просто пишут в опилках а у нас большая часть страны это все-таки хвойные опилки поэтому я почерпнул человек правильно почерпнул а я выделил лиственничество пород конце ноября закладываю все косточки груша слива абрикос так что это все по теме ну а до ноября осталось немного температура погреба около 0 градусов в начале мая я специально подчеркиваю у человека опыт конец ноября тогда получается следующий месяц декабрь а я феврале я про абрикос в январе сливу и опять же феврале груша вы видите расхождения какие но у человека получается температура погреба около 0 раз второе он это делает в опилках они в этих песке как я вот эти на ус температура погреба около 0 градусов в начале мая достойте кости и сажу у меня по песке вы перешли бы и пришли бы выбросить пробуйте его способ я сейчас костик не взошла то немного увлажняю и держу день или два до окне пока горькое письмо прочтите один раз я его вам представил в виде отдельного фильма вот это очень важно мне нужно пойти высворкаться потому что другие меня не оставляет покоя так идем дальше так и так я почему вспомнил гусаку она бедная пока не извинится она попадет мне еще на язык десятки раз каждая удача это буду ее вспоминать я имею на это моральное право меня обвинили в мошенничестве имею право да вот а теперь так человек как тут я тут написал ну и почти да вот это горькое письмо в начале очарования это было общение со мной потом начиталась таких же ольга исаковых господи да вырастут одички потом она решила караул обманули видите как возвращает ленту то есть откажется привать вы и так мозги запудрили я не говорю что конкретно вас таких ольг стал уже не сотни я вам докажу это вас тысячи эти несколько халявных лет когда платили за рекламу каждому кто-то любой за любой бред вот это было так как называлось коммерциализация интернета за любой бред и кинулись все вы помните это самый день еще один который ненавидит меня и сейчас прямо вот мне кажется всех может даже удар охватить только потому что он никак не может со мной рассчитаться помните это это жуткие жуткая учеба по прямому уничтожению деревьев отступиться от этого не может а ольга так все упирается в тех кто кончал и у кого диплом просто страшно как у вас я выпускница так вот человек раздумал лет возвращает подавитесь вот и смотрите дальше что сейчас вот это вот свежая фотография это это в этом году мне новый фотоаппарат я до сих пор не знаю как тут сделать дату это 23 год это свежая рубашку я использую все тоже 20-летней давности она мне доказывает что это моя рука и мои фотографии кстати вон моя линия жизни можете посмотреть я не раз показывал вот нормально абрикосы фаина вот так а вот это сеянцы это сеянцы даже не глада бафаина я покажу опять богом клюнуть чтобы вы поверли до конца вы представляете с целяны александр 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 выходили по саду два фильма сняли с этого дерева я его угощал абсолютный вкус вот отличные культурные абрикосы а у них есть еще что в помните рейкотативный папа и еще есть сеянцева не сеянцева этот самый семенной назовем его семенной папой вот потому что все начиналось с косточки и тогда выделите две фотографии и еще добавляю даже амур в виде сеянца дал вот такие плоды твердые очень твердые упали еще твердые у них свои достоинства транспортабельность легкость вот соки компота варенье твердая мякоть но даже маджурис это культурный был амур а маджурис это на слез дичка вот до чего я его довел вот ольга исакова я от вас не останусь пока не извините тогда сразу раз это был про вас вот это что я не сам не показывал среди прививки скала и уже не первый год вот это ладно не то что одичал к академике или королевский допустим или фаина нет ребят это маджурис оккультурился все эти годы и вот это вот оккультуривали диких так это даже не то что труднее для меня это не трудно это более более полезное качество и естественно более полезный опыт в данном случае я надеюсь железо вот чем даже просто взять или привать и увеличить увеличивать размеры плодов там тоже свои хитрости два равноценных занятия оккультуривать по двое то есть пудите получите полу культурные и сохранять и улучшать качество уже культурных написать себе с 50 грамм довести до 100 это же не подвиг а дальше мы подумаем надо ли этим заниматься что там было написано про баню мошенничества помнили забыли вот смотрите значит обидно что у меня этот год скромный урожай я им особо не хвастаюсь в прошлом году там был рекорд на всероссийский то есть такого урожая в отдельных деревьях просто это даже не доступно науке я считаю вообще вот на данный момент а так уж случилось а тут у меня почему я сейчас буду приводить свой козырь убеждать вас туда можно менять всю организацию работы я уже замахиваюсь не на селекцию вот и на какие-то приемы как лучше опылить или наоборот не опылять а как лучше привить да еще не просто привить а именно так как я скажу я про организацию для этого у меня были некоторые шансы годом раньше звонок вот одна из я ничего не запомнил а не записывали красиво себя доктор наук я представляю университет красноярский знаете ко мне приезжает тоже доктор наук крупнейший ученый так и сказал из санкт-петербурга вот приезжает ко мне в отпуск ну то есть в гости просто в гости это не официальное мероприятие мы поедем по хакасии мы побываем в шушенском мы побываем в этой национальной шушенской газ а я как раз посередине представляете а я посередине и мимо меня не приедешь потому что это вот единственная дорога шушенская дальше идет это байская газа на шушенской вес она единственная только сидишь приедешь метро 200 можно мы к вам заедем конечно я их ждал а черный заехать даже на час пройтись по делянию где которые усыпаны абрикосом так что невозможно наступить где-то чтобы не раздавить все это вы видели нет как-то видишь посмотреть шушенскую газ это чисто обывательская я уже увидите на картинке но не приехать в единственную сферу десант с уважаемым урожать рекордом тогда я сказал надо что-то в этой жизни меня вот и сейчас к этому подводить вот вы посмотрели что это дабы вернула мне сейчас на сифа и ну а мне так совпало что